Добрый вечер! Добрый вечер! И на поставщиков, и на продавцов, ну и, конечно, на нас, потребителей. Вот насколько густая будет эта тень, давайте попробуем сегодня разобраться. В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор интернет-портала губерния.ком. Алла, добрый вечер! Добрый вечер! Алла, электронная маркировка товара, в общем-то, для России вещь не новая. Вот когда, как пытались вводить, может быть, уже что-то действует? Да, действительно, не новая. В разных отраслях она действует. Это, например, акцизные марки, многим известные, которые используются при продаже алкоголя. Многим, наверное, знакома аббревиатура ЕГАИС. Это единая государственная автоматизированная информационная система, куда как раз вносится информация о продаваемом спиртном. Кроме того, в 2016 году внедряли систему обязательной маркировки меховых изделий. В 2019 году в России пытались внедрить систему учета мяса и молока, электронную систему ветеринарной сертификации Меркурий, если говорить точнее. Правда, пока безуспешно, и сроки все время откладываются. Что касается обуви и лекарств, то, что мы сегодня обсуждаем, эта маркировка должна была появиться еще в 2019 году. И для этого была создана специальная система «Честный знак». Внедрение системы также не раз откладывали, но, судя по всему, 1 июля этого года – это уже все финальная черта. Ну вот зачем нужна электронная маркировка? С этим вопросом наши коллеги из программы «Утро из губернии» обратились в начале этой недели к коллегу Герасимову, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. И эта маркировка – инструмент для всех. Начиная от бизнеса, который заинтересован в том, чтобы конкурировать со всеми на равных. То есть все в равных условиях. Ты произвел, заплатил налоги, продал. Чтобы избавиться от серого рынка, от недобросовестных конкурентов, вот здесь предпринимателям выгодно применять маркировку. Государству, понятно, выгодно, потому что оно тоже видит добросовестных платежей. Он видит платильщиков налогов и видит весь ход товара. Ну и, наконец, потребителю тоже выгодно в том плане, что он, во-первых, знает, что он покупает. Он может отследить историю, из чего произведено, скажем так. И может в конечном итоге и пожаловаться, если увидит где-то несоответствие либо товара, либо штрих-кода. Ну, это была точка зрения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олега Герасимова. Я представляю первого участника сегодняшней программы. Алексей Серов, руководитель Хабаровского офиса компании Первый Бит. Но эта компания как раз и занимается внедрением у нас в регионе вот этой системы электронных кодов и все, что с этим связано. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, прежде всего, я попрошу вас коротко, может быть, даже так пунктирно объяснить вообще, как это работает. Как это работает? Каждый товар, причем не товар как группа, а товар как товар, то есть конкретная пара конкретной обуви имеет определенный код. Этот код уникальный. И есть некая система, честный знак, да, как уже сказали, в этой системе этот код передается по всей цепочке до конечного потребителя. То есть этот код, он на каком этапе появляется? На этапе производства, на этапе поставок, вот откуда он берется? Он появляется на этапе появления товара в России. А под появлением мы можем понимать либо производство, если завод находится в России, либо его импорт из-за рубежа. То есть пересечение границы, условно говоря. Таможенное число. Таможенное пересечение. Хорошо, вот появился этот штрих-код, доходит он до прилавка, и дальше, дальше, по идее, это вот такой электронный паспорт товара, о которых мы сегодня говорим, ну, будь то лекарственное средство или обувь, правильно я понимаю? Ну, по факту, да. То есть паспортом он является не только, когда дошел до прилавка, потому что между производителем и прилавком есть еще некая логистическая цепь. Это могут быть дилеры, дистрибьюторы, перепродавцы. И на любом из этих этапов можно по этому коду запросить абсолютно всю информацию, которая есть в системе. А вот на этой этапе перехода товара там от дилера к другому дилеру, ну, мы знаем, что цепочки могут быть длинные, он каждый раз меняется или он вот как однажды появился? Нет. Код от начала до конца, он идентичен. Хорошо, спасибо. Еще один участник сегодняшнего разговора, Денис Улыбышев, директор КГБУ фармацея, Министерства здравоохранения Хабаровского края. Денис Викторович, добрый вечер. Ну вот главный посыл авторов этой идеи, она идея не новая, давнишняя, это борьба с нелегальными товарами. Вот если говорить о фармацевтической отрасли, вообще для нашего региона, для Хабаровского края, эта проблема насколько сейчас актуальна? Может быть была актуальна, но я говорю о контрафактных лекарствах, вообще они есть у нас в регионе? Проблема эта? Да, конечно. Единственное, я хотел бы, пользуясь случаясь, поздравить своих коллег с наступающим праздником. Все-таки у нас сейчас непростые времена, особенно для медицины, в силу определенных причин, да? Поэтому всем счастья здоровья, коллегам, медикам, которые сейчас на посту, которые сейчас смотрят и так далее, поэтому всем удачи на работе. Мы присоединяемся, конечно, к вашему поздравлению. Вот, в части контрафакта, работы по лекарственным препаратам и так далее. В настоящее время в государстве и так существует достаточно серьезная система по контролю за движением лекарственных средств. Дело в том, что все товары сертифицируются лекарственные, затем они проходят при движении от производителя к дистрибьютору до аптечной сети и до аптеки в целом полный контроль. То есть аптеки отчитываются и так по движению лекарственных средств. Если существуют случаи выбраковки, так называемые, то есть не сертифицируется препарат, или уже задним числом какие-то возникают с ним проблемы, по обращению в Росрофнадзор выясняется, что данный препарат недостаточно качественный, скажем так. То происходит система в изъятии этого препарата с рынка. Хорошо, а тогда зачем новая система, я не очень понимаю, ну вот по крайней мере в отношении лекарственных средств. Смотрите, во-первых, существует временной фактор, как я уже назвал, то есть достаточно быстро это работает система, то есть предоставляются какие-то сведения или при сертификации что-то обнаруживается. Информация публикуется на сайте Росрофнадзора, все аптечные сети, дистрибьюторы обязаны на нее оперативно реагировать, осуществлять в изъятии. Но все равно существует временной некоторый лаг по работе с этими препаратами. И система маркировки лекарственных средств все-таки она больше не борется с контрафактами, ну по крайней мере идеология изначальная была. А прежде всего с целью убрать случаи, когда препараты, закупаемые государством в льготное лекарственное обеспечение, попадают на розничный рынок. К сожалению, такие случаи были известны и в прошлом году, и в позапрошлом. Дело в Санкт-Петербурге было широко опубликовано, в средствах массовой информации. И по оценкам тех, кто начинал этот проект, порядка миллиарда рублей оборота существует в стране от такого. То есть я просто уточнить хочу, если я вас правильно понимаю, что отдельная система контроля за оборотом лекарственных средств, она существовала и существует. Естественно, это лекарственные средства. Да, просто сейчас появляется дополнительная система, в которую данные поступают быстрее, оперативнее. Да, может произойти блокировка по выдаче этих кодов, то есть я вот с собой потом покажу. То есть этот код мне даст программа двигнуть дальше по системе. То есть автоматом происходит блокировка, соответственно, мы не сможем отпустить в аптеке тот препарат, который забракован где-то в Москве. Хорошо, и вернусь к началу вопроса, просто короткое уточнение. То есть проблема нелегальных контрафактных лекарств, ну она в принципе, что ее не существует, ее нет на сегодняшний день? Ну она небольшая, возможно есть, но достаточно серьезный, еще раз говорю, контроль осуществляется. И на территории нашего субъекта Хабаровского края, Дальнего Востока, у нас, к примеру, есть лаборатория неразрушающего контроля, которая ездит по аптекам, ну и проверяет наличие препаратов, ну что в препарате внутри. То есть достаточно серьезные силы, ну как бы на это направленные, они этим занимаются. Хорошо, спасибо, еще один гость сегодняшний. Потому что это все-таки, еще раз скажу, что лекарства, не надо забывать, это серьезная вещь, это влияет на прямое здоровье человека. Поэтому мы об этом сегодня и говорим. Государство так силы потратило, да, уже. С самого рождения нам нужны и до самой смерти. И вот переходим к следующему пункту, это обувь, которая еще даже, ну в момент похорон тоже человеку нужна, новая, как правило, ну вот надевают. Такая традиция. Поэтому еще один гость сегодняшней программы, Екатерина Маркова, финансовый директор сети обувных магазинов, Франческо Дони. Екатерина Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот ваша компания занимается не только розницей, но и оптом, вы серьезный оптовый поставщик. Скажите, а вообще откуда у нас в регионе берется обувь? Вот откуда она прибывает к нам? Она прибывает из России, да, то есть, ну в частности наша компания работает с более 30 поставщиками. В них Брянск, Ростов-на-Дону, это если мы рассматриваем российские производители, да, Тула. И если мы говорим об импорте, это у нас Китай, Бразилия, Португалия, Турция. Это основные наши поставщики. Если про Китай говорить, про родной и близкий, вот какова, ну хотя бы примерная доля продукции именно китайской у нас вот здесь на рынке? Ну в рамках нашей сети магазинов это будет, ну процентов 40. То есть практически половина, но я думаю, что ситуация схожая, наверное, у всех остальных компаний. Хорошо, я думаю, вот какие-то основные моменты обозначены. Алла, повторюсь, что электронная маркировка будет обязательной, вот в частности для лекарственных препаратов и обуви, обязательной с 1 июля. Наказание какое предусмотрено за то, что вдруг такой маркировки на каком-то товаре не окажется? Если обнаружат дефект в маркировке, за это положены штрафы. Для производителей штраф может составить до 100 тысяч рублей, а вот для продавца, если его на подобном нарушении поймают, сумма штрафа может уже быть до 300 тысяч рублей. При полном отсутствии маркировки производителям грозит штраф до 150 тысяч рублей, а продавцам уже до 300 тысяч. Более того, нарушители могут привлечь и к уголовной ответственности, в крайнем случае это могут быть принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Алексей, вот я сразу вас хотел уточнить, вот мне почему-то непонятно, почему для производителей штраф максимально меньше, чем для продавцов? Вот в чем логика? Ну, с точки зрения логики, законопослушный перепродавец, который покупает у производителя, не должен приобрести эту продукцию, если она не маркирована. Как он должен этой правды добиться от поставщика? Фактически? Ну, вот как это? То есть я прихожу, не знаю, на оптовый склад или вот... А просто приходит товар. Приходит товар, да. Он же не лично кем-то там доставлен. Маркировки стоят. Да, маркировки нет. Или маркировки нет. Нет, все очень просто. В системе, да, то есть честный знак, передача товара от, к примеру, производителя, перепродавцу, оптовику, да, то есть она идет не... Как мы приняли, как это принято сейчас, да, то есть кроссовки женские, 37-й размер, 100 пар, а в каждом из этих 100 пар будет определенный код маркировки. И это можно сверить. То есть если в системе и по факту отличаются коды, то значит что-то здесь не так. Я почему вот на этом заострил внимание, то есть не получится такой ситуации. Я закупил партию обуви, или не знаю, партию цитрамона. Мне экспедитор привез ее, мы выгружаем эту партию к себе на склад у меня уже в магазине или в аптеке. И вдруг я вижу, что там нет маркировки. И тут приходит товарищ майор и говорит, слушайте, а что это у вас на складе такое стоит? Ведь согласитесь, такая ситуация у нас в стране более чем возможна. Абсолютно. Я могу ответить, пока мы в самой системе частный знак не примем эту поставку, эти коды не перейдут к нам, как к собственнику. То есть переход кода от одного владельца к другому происходит при, условно говоря, акцептовании документа в системе частный знак. Когда и поставщик, и покупатель подписали электронной цифровой подписью этот документ. Хорошо. Но все-таки первичный знак, как вы сказали, появляется именно на производстве, ну либо при пересечении таможенной границы. Ну вот давайте о производителях поговорим после рекламы. Вы смотрите Тень недели. Мы стараемся понять, какую тень отбрасывают те или иные события на нашу жизнь. С 1 июля в России вводится обязательная электронная маркировка нескольких видов товаров, в том числе лекарственных препаратов и обуви. Вот готов ли к этому рынок, давайте попробуем разобраться. В этом мне помогает моя коллега Алла Баковкина, главный редактор интернет-портала губерния.ком. Алла, как мы уже говорили в первой части программы, ну вот одна из главных целей – это защитить потребителей от фальсификатов. А как, собственно, будет происходить защита на уровне потребителя? Как она будет проявляться? Можно скачать на смартфон приложение «Честный знак». Оно существует для айфона, для андроида. Регистрация проходит по номеру телефона, а дальше все достаточно просто. Нужно навести телефон на QR-код или на штрих-код, и система выдаст информацию о товаре, о его производителе, о сроках изготовления и так далее. Ну вот, вы знаете, я тоже, готовясь к программе, скачал это приложение. Ну, так вот, по ощущениям, такая забавная игрушка, действительно. Я вот знаю, что вы пришли не с пустыми руками, Денис Викторович, да? Да, да. Дело в том, что, смотрите, система уже работает в части лекарственных средств по программам 14ВЗН, это вот высокосатратные зимназологии, которые идут по закупке государственного сегмента, обеспечиваются больные. То есть, вот тот самый код, да, о котором идет речь? Да, вот тот самый код, это действующие кода, по ним можно проверить движение уже, и этот контроль уже осуществляется по факту. Потому что запуск системы произошел несколько раньше, вот по программе 14ВЗН. Он уже действующий, у нас аптеки уже отпускают с учетом этого кода. Ну, вот давайте, может быть, покажем. Да, давайте, смартфон уже под рукой. Программа тоже депутата. Вот я попрошу вас вот этот, чтобы название не было видно, а то нас обвинят в рекламе. Да, то есть, чтобы не было рекламы, давайте. То есть, вот мы берем код, наводим, на него считываем. Вот он быстро ловит, достаточно программа отрабатывает. И вот написано именование препарата, в обороте на территории РЖФ, срок годности у него написан. Код маркировки этого нового раза считал. И где он находится? Вот он находится в нашем учреждении, в КГБУ фармацея, в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. То есть, вся информация доступна. Ну, в принципе, выглядит все довольно убедительно. И, ну, вот правда, так все очень просто и доступно. Ну, вот вы знаете, что по поводу этих маркировок и по поводу наклеек, которые мы сегодня обсуждаем? Мне рассказал, ну, будем говорить так, мне рассказала представитель вашей отрасли, владелица небольшой такой сети на 2-3 магазинчика обувной, вот по поводу этих марок, рассказала на условиях анонимности. Ну, я думаю, вы сейчас поймете почему. Давайте послушаем вот ее слова. Здравствуйте, я хочу сказать пару слов о так называемом честном знаке. Мы вот в марте столкнулись с этим вопросом. И на самом деле все это, грубо говоря, фикция. Потому что никаких проверок, ничего никто не производит, не надо делать. Просто обратились в компанию, которая напечатала нам, сколько необходимо экземпляров этого честного знака. И все, я так понимаю, что главное, чтобы было, он наклеен на каждую пару обуви. Ну, я, наверное, попрошу прокомментировать эти слова, да, с вас, наверное, Алексей. Я могу прокомментировать, да, то есть здесь стоит разделить лекарства и обувь, да? Да, конечно, безусловно. Я сейчас объясню, в каком плане. С точки зрения честного знака, лекарства, которые выпущены до ввода маркировки обязательной, без кода, они действуют до окончания срока годности. Потому что код наносится именно в момент производства. Его нельзя распечатать и наклеить. Здесь речь идет о том, что людям сказали, вам нужны наклейки, пожалуйста. Согласно закону... Может быть, я неправильно понял? Не так, да. Согласно закону, обувь, те остатки, которые были у предприятия на момент ввода маркировки, они должны промаркировать, внести в систему. Поэтому за вот тем, что сказали по телефону, да, то есть просто распечатали этикетки, был заведен код в честный знак, по этому коду была распечатана этикетка, наклеена на пару обуви, то есть каждая эта этикетка, это плюс одна пара обуви в системе за этим конкретным продавцом. Такое действительно могло быть, но речь идет о том, что старый товар нужно было промаркировать. Правильно я вас понимаю? Абсолютно верно. Да, Екатерина Викторовна, что скажете, вообще доля контрафакта вот в вашей отрасли, она высока? Ну, по статистическим данным, она достигает от 35 до 60 процентов. Что касается вот Алексея, да, по поводу маркировки остатков. Да, действительно, мы прошли этот путь, начали мы готовиться с 1 января 2019 года. То есть полтора года уже по большому счету получается. Да, да. Изучали инструкции, изучали систему, да, то есть следили за всеми изменениями и зарегистрировались, описали все остатки. Ну, слава богу, государство пошло нам навстречу и мы могли это описать по сокращенной схеме. Каждая пара, она действительно попала в эту систему, то есть она у нас сейчас фактически в нашем предприятии находится на балансе. Хорошо, Денис Викторович, что скажете? Ну, я не сомневаюсь, что за лекарствами, конечно, гораздо строже контроль, чем за обувью и за каким-то любым другим видом товаров. Ну, потому что речь идет о здоровье людей. Понятно, что здесь совсем другие принципы. Ну, вот по вашим оценкам, вы работаете с производителями, с поставщиками. Сами производители, насколько готовы к этому первому июля? Может быть, давно готовы? Я почему спрашиваю? Просто я хотел, чтобы вы в нашем разговоре приняли участие представители нашего Дальхимфармзавода. Они отказались, это их право. Я не буду передавать содержание телефонного разговора, который у нас состоялся. Но такой тон был негативный в отношении этой системы. Вот что скажете по этому поводу? Ну, почему негатив не понятно? Потому что Дальхимфарм, на самом деле, принимает в этом участие. В том числе, с нами контакт имеет по поводу проработки товарного движения по МДЛП. И они линии свои все-таки модернизируют под это дело. По поводу... Ну, единственное, могу понять, почему негатив. Это все-таки дополнительные затраты для производителя. Это дополнительные сложности, временные трудности и так далее. То есть, в принципе, эту тему можно было бы более широко раскрыть, потому что у системы есть как плюсы, так и минусы. По затратам обязательно сегодня еще поговорим. Мы к этому, надеюсь, перейдем. Производители из-за всех, естественно, не могут отвечать. Просто многие производители у нас выходят, но их курирует Минпромторг. То есть, это не ведомство фармацевтическое или там Министерство здравоохранения. Всех производителей Российской Федерации курирует Министерство промышленности и торговли, которые, ну, как бы их сподвигают к запуску этой системы. Сподвигают, это вы использовали мягкий термин, правильно я понимаю? Ну, я человек, работающий в государственной системе, должен договоримые термины применять. Что касается медикаментов, опять-таки, сразу хочу озвучить, чтобы все лихорадочно не бежали в аптеки искать маркированные лекарства с 1 июля. Их, скорее всего, там не будет. Потому что с 1 июля производители обязаны выпускать препараты с этим маркированным знакомым. А вот разве не произойдет того, о чем говорил Алексей, что была партия обуви выпущенная до 1 июля, ее промаркировали? С лекарствами не работает? По лекарствам совершенно другая схема. То есть, все лекарства, произведенные до 1 июля, работают на территории Российской Федерации до срока годности, как положено было по старому загнальству. Все, что выпущено с 1 июля, уже будет попадать жестко в эту систему. Часть препаратов, конечно, уже маркировалась до этого. Производители некоторые перешли на маркировку. Ну, вот я вам продемонстрировал. Но это пока не поголовно было. То есть, вот с 1 июля уже да. Поэтому... Хорошо. Другими словами, ну вот когда примерно вы сказали, что не нужно 1 числа сразу на каждую упаковку наводить камеру смартфона, когда уже можно будет это делать? Через месяц, через два, через полгода? Выборочно. 100%, но лет через 5, когда кончатся все сроки годности, скажем так, у всех препаратов, выпущенных до 1 июля 2020 года. Сложно оценивать процентаж, который будет появляться постепенно. Хорошо. У меня еще в связи с этим один вопрос, даже двойной вопрос. Вот, ну я недаром, когда мы начали говорить о системе «Честный знак», именно о приложении, использовал эпитет «игрушка». Забавная игрушка. Мне кажется, что вот 1 июля, ну кто скачает, конечно, все пойдут сразу пробовать, как это работает. Зайдут там, я не знаю, в какой-то обувной магазин. Ну вот в аптеке вы говорите, что особо смысла в этом нет. Ну вот я думаю, по обуви точно пойдут. Зайдут. Обязательно попробуют день, два, неделя, другая. А потом я не думаю, что вот потребитель будет в режиме ежедневных покупок этим пользоваться. Ну то есть вот наиграется и все. Но это до первого судебного иска, почему же? Вот что скажете по этому поводу? В ИТУ, может быть, и не нужно. Но я вам скажу по фальсификации лекарственных средств. Вот как потребитель, что скажете? Будете вот все время этим пользоваться? Система же не того, чтобы он вот пикнул, посмотрел и полюбовался. В случае какого-то инцидента, причем с лекарственной, это может быть действительно серьезные последствия, необходимо будет отследить по цепочке, откуда явился этот препарат. В том числе для лекарственных препаратов очень важно бывает сохранение холодовой цепи, так называемой. То есть условия хранения... А это тоже все будет указываться при считывании? Присчитываний нет, но в случае негативных последствий, еще раз говорю, можно будет отследить цепочку, где перемещался препарат, и найти, кто виноват. Для этого он должен быть отсканирован тем человеком, который пострадал. Правильно я вас понимаю? Ну, в любом случае, он же взял упаковку домой, потом его применил, и можно будет... Выбросил упаковку, а последствия там наступили через 2-3 дня. Ну все же это повышает шансы что-то узнать в препарате, если что-то произошло. Это повышает дисциплину товаропроизводящей цепочки. То есть все будут на своем посту понимать, что их проще отследить. Хорошо, ну вот смотрите, да, к вам тогда я переадресую вопрос. Вот наиграются, слушайте, ну на водку у нас акцизы подделывают, но я думаю, научатся подделывать наклейки на обувь, на другое. Да, вопрос, можно ли обмануть систему. Очень быстро. И вот, то есть контроль, вот тот самый контроль со стороны потребителей, на который рассчитывает государство, ну, он будет минимальным. Что скажете? Я не прав? Через какое-то время, наверное, да. Ну, то есть действительно все поиграются, и потребитель, скорее всего, будет оценивать качество, есть или нет в целом кода маркировки на упаковке. То есть через какое-то время мы, наверное, к этому придем, о том, что если есть код упаковки, потребитель, он спокоен. Сам потребитель вряд ли будет там на протяжении каждую свою покупку проверять. Это все-таки муторно, это время каждого человека. Если вопрос о том, что можно ли систему как-то обмануть, ну, наверняка найдутся какие-то умельцы, способы, которые что-то будут придумывать. Но не все так просто и с алкоголем, который мы затронули. Разумеется. И любые махинации, они так или иначе потом всплывают. И, к примеру, тот же самый пересорт, если поставщик пересортил мне и отдал мне коробку, которая предназначалась другому перепродавцу, к примеру, и я ее попытался продать и действительно продал, и эти данные ушли в честный знак, то меня спросят, а откуда у меня эта коробка? И здесь потребитель-то получит свое, он получил там свои кроссовки какие-то. И, в общем, остался доволен, и у большого счета все равно. А проблемы останутся у меня и у моего поставщика. Я пытаюсь понять, как об этой проблеме могут узнать контрольные органы. Если потребитель пришел, увидел, ага, наклеечка есть, сканировать ее не стал и ушел. Как узнают потом, что эта наклеечка не вашему магазину принадлежит? Это выборочные проверки, может быть? Ну, во-первых, выборочные проверки. Во-вторых, при продаже, то есть конечному потребителю, сканируется код. На кассе вы. На кассе, да. И этот код передается в систему. Все, хорошо. Екатерина Викторовна, по поводу таможни. Да, это же огромный пласт экспорт обуви из-за рубежа к нам в страну. Вот там налажена уже система? Вот две недели же осталось, значит, тоже с 1 июля. А поставки-то идут постоянно, и партии крупные, тем более у нас на Дальнем Востоке. Вот там с установкой, с наклеечками все в порядке, по вашим оценкам? Ну, как мы знаем, у нас первоначальный срок был 1 марта. То есть мы готовились именно к этой дате, и начиная с 1 марта мы уже работаем по этой системе. Все, что возможно было, то, что зашло до 1 марта у нас на территорию Российской Федерации, на сегодняшний момент у нас промаркировано. То есть на сегодняшний день в сети наших магазинах вы можете увидеть на коробочках уже код маркировки, который принадлежит каждой индивидуальной паре. Ну и, соответственно, все документы на этот товар есть. Скажите, а я вот по этой маркировке смогу определить, вот, например, на ценнике написано «кожаная обувь», а вот считав штрих-код, там тоже будет сказано, что «кожаная обувь» или, может быть… Или на ценнике написано «Италия», а считал… Или на ценнике написано «Италия», а оказывается, что там «Ростов», условно говоря. Вот такая информация будет доступна? Эта информация будет доступна. То есть вы будете видеть артикул, изначально вы будете видеть юридическое лицо, артикул, кто выступал импортером и конечный потребитель. То есть все ступени, точно так же, как в лекарственных препаратах, вы увидите со сканированных в этот… Первоначального производителя и какие-то технические характеристики, ну, в данном случае, там, кожа или кожзаменитель. Исключение составит остатки. Потому что в данном случае являемся мы собственниками товара, и, соответственно, данные подавали мы как юридическое лицо. Сосканировав данный код, вы увидите наименование, что это остаток товара, вы увидите материал верха, и что это обувь мужская, женская или детская. Технические данные. Алла, ну вот, насколько я знаю, лекарствами и обувью, конечно, дело не ограничится. Обязательно электронная маркировка будет внедряться и дальше. Это только вот один из этапов. Вот каких видов товаров это коснется в будущем? Рано или поздно распространится на большинство видов товаров. Вот о каких планах говорится на сайте честныйзнак.рф. До конца этого года обязательную маркировку должна получить фототехника, шины и покрышки, духи и туалетная вода. Да, точнее, с 1 января 2021 года будет запрещена продажа товаров легкой промышленности без маркировки. И в конце 2021 года маркировка уже должна быть на всей молочной продукции. Ну, то есть планы такие грандиозные, но я нисколько не сомневаюсь, что, видимо, благие. Но ведь у нас, что называется, территории, пространство. Это отбрасывает свою тень буквально на все. Вот об этом поговорим после рекламы. Вы смотрите «Тень недели». Нас интересует все, что скрыто в тени. Сегодня говорим о системе обязательной электронной маркировки товаров. Она начнет действовать в России с 1 июля. Ну и вот пока у меня к новой системе еще очень много вопросов. Продолжаем искать на них ответы. Делаем это вместе с Аллой Баковкиной, главным редактором интернет-портала губерния.ком. Алла, какое оборудование требуется для того, чтобы заработала вся эта история? Оборудования достаточно немало. Причем нужно оно будет и производителям, и поставщикам, и розничным продавцам. Ну, я приведу несколько пунктов из каждого списка. Вот, допустим, производителям необходимо будет установить сканер штрих-кодов, принтер, этикетки, терминал для сбора данных. У оптовых продавцов к этому списку прибавляется еще термотрансферный принтер. Обычному магазину для работы в системе понадобится 2D-сканер, терминал сбора данных и онлайн-касса. Наверное, стоит добавить, что еще на всех этапах нужна электронно-цифровая подпись, которая сейчас не у всех есть, я имею в виду, особенно там, малый и средний бизнес. У нас на связи Алла Сорока, начальник управления торговли Министерства сельского хозяйства Хабаровского края. Алла Николаевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад, что вы к нам присоединились. Алла Николаевна, вот это оборудование, о котором только что сказала моя коллега, ну, я вот имею в виду и сканеры, и онлайн-кассы, ну, вот, и звучит так оно, ну, как из будущего слова такие. Я понимаю, что, наверное, в Хабаровске, в Комсомольске, в крупных городах с этим особых проблем не должно быть. Может быть, вы меня поправите, если я не прав. Но если брать, ну, не знаю, какой-то условный поселок Солонцы, да, который находится далеко на периферии, вот, и вот универсальный магазин, в котором продают и обувь, и все остальное, вот там как быть? Две недели осталось. Что скажете? Проводилась аналитика по этому поводу? Конечно, проводилась. Мы изучали ситуацию, которая сложилась сегодня в районах города Хабаровска, Самольска и в районах наших. Хочу сказать, что сегодня практически на 95%, может быть, даже больше, предприятия закончили маркировать остатки своей продукции, и первому июля будут готовы. А мы знаем, что не везде связь у нас в районах качественная, а здесь вот постоянный обмен данными, касса, ну, база данных, вот, честного знака, она необходима. Здесь какие сложности могут возникнуть? Здесь я тоже не вижу особой сложности, потому что у нас действует восстановление правительства Хабаровского края, по которому населенные пункты с численностью менее 10 тысяч человек и предприниматели, которые там работают, могут работать с кассами в режиме офлайн. То есть предприниматели из таких населенных пунктов могут в течение 30 календарных дней со дня продажи, допустим, обуви, предоставить оператору информационной системы мониторинга, уведомления о продаже товара из оборота. То есть для этого есть целых 30 календарных дней, когда он может выехать и потом все оперативно передать эти данные в систему. Еще один момент, вот, что касается обуви, ну, мы знаем, что огромное количество этой продукции продается на рынках, на барахолках, вот, что с этим будет с 1 июля? Мы рынки практически в первую очередь опросили. Все наши рынки АЛИ особой проблемы с маркировкой обуви не видят, также ни с количеством арендаторов, которые торгуют обувью, тоже не отправляют. И к 1 июля они все будут готовы и все будут реализовать именно промаркированную обувь. Хорошо, последний вопрос. Ну, вот, помимо обуви и лекарственных препаратов, электронная маркировка распространяется и на другие группы товаров. Вот, как здесь обстоят дела, ну, вот, по крайней мере, у нас на территории края? В ближайшее время, ну, в этом году еще с 1 октября планируется, что у нас фототовары, фото вспышки и лампы вспышки должны будут реализовываться только маркированные. Вот, и остальные изменения коснутся уже со следующего года, с 2021, то есть 1 января. Нет, я имел в виду, вот с 1 июля еще что-то обязаны маркировать производители и продавцы? Лекарственные средства, да. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Напомню, что у нас на связи была Алла Сорока, начальник управления торговли Министерства сельского хозяйства Хабаровского края. Алексей, а по вашим оценкам, вы, я знаю, не только в Хабаровском крае, да, но еще в ЕАО работаете в соседнем регионе, ну, я имею в виду... Конкретно наш офис, да. Да, по внедрению этой системы. Вот, что касается отдаленных поселений, как там дела, по вашим оценкам обстоят? Не настолько оптимистично. Я бы сказал, что реально готовых к тому, что 1 июля наступает маркировка, возможно, треть. Очень сложно посчитать, да, то есть реальное количество, но треть это, наверное... Треть это в малых поселениях или, в принципе, в краях? В целом. В целом по краю только треть. Да. И что, получается, после 1 июля эти магазины, они станут нелегальными? Ну... Вот, по крайней мере, те, в которых продается обувь. Какие бы законы у нас ни принимали, барахолки еще ничего не убило. Ну, да барахолок сейчас я тоже, да. Объективно, откуда у кроссовок Абибас может быть честная маркировка? Да, вот к этому вопросу вернемся. Вот по поводу легальной, нелегальной станут продажи вот с 1 июля, там, где... Ну, по факту, если факт продажи, оно легальное, да, то есть, ну, все-таки мы продаем тот товар, который принадлежит нам, с точки зрения 792-го распоряжения, да, то есть, по маркировке, это и есть нарушение законодательства. Вот теперь по барахолкам. Ну, я себе слава представляю, чтобы на нашей знаменитой Выборгской, вот в этих знаменитых палаточках, где они сидят все на корточках... Да, на центральном рынке, да, везде. На центральном рынке. Я думаю, что в комитет они скажут одно, а в любом, на Депо-2, на Северном, что кто-то на этих корточках будет держать при себе 2D-сканер, который передает информацию... И онлайн-кассу не забывайте. И онлайн-кассу. Я не прав? Ну... Может быть, Вы, Екатерина Викторовна? Я тоже в это не верю. Я тоже в это не верю. А Вы вот как потребитель? Ну, сложно представить, да. Вот я вижу, у Вас это оборудование и лежит, да? Да, у нас несколько другая схема. Просто я бы хотел там тоже, в свою очередь, по движению лекарственных средств озвучить. Дело в том, что при выбытии лекарственных средств будет 2 системы. Одна система, как в обуви при продаже, то есть вот таким сканером считывается знак. Ну, в городе-то они практически в любом ларьке сейчас, да. Ну, грубо говоря, для потребителей это будет выглядеть так же, как при покупке алкоголя. То есть читали знак, этот знак ушел в систему. И потом уже непосредственно пробивают. Два раза вот при покупке алкоголя движение... Ну, мне еще придется один раз. При алкоголе действительно нужно два раза пикать, это мы видим в любом магазине. А сейчас... Будет один раз, да. Можно один раз, потому что код товара уже зашит в код маркировки. Хорошо. Почему тогда два устройства? Почему два устройства? То есть откладываем в сторону розницу, все немножко поняли, да, ничего сложного. Дело в том, что у лекарственных средств еще есть два вида движения. Это льготное лекарственное обеспечение для наших категорий граждан, в том числе в крае у нас достаточно много, и больницы. Соответственно, оба этих сегмента тоже должны быть покрыты контролем за маркированным товаром. Так как там нет кассовых аппаратов, для этого предназначено вот это конкретное устройство. Это называется регистратор выбытия, который и передает данные в систему честный знак. То есть он позволяет, как сам считывать, вот у него и считывающие устройства, вот этот квадратик дата-матрикс. Вот это все так здорово звучит. Я не сомневаюсь, что... Они готовы вот это использовать? Да, если перейти к конкретике и к фактам, то есть вот эта схема с этими устройствами, она по факту уже работает. Вот я вам показал устройства, ну, конкретные коды, уже происходило выбытие с помощью этих... Ну, вот этих... Ну, как вы говорите, устройств, да. То есть вот этих регистраторов выбытия. Но есть, конечно, масса сложностей в нашей Российской Федерации запуска этой системы. Во-первых, отсутствие связи. К примеру, я вам назову, у нас аптеки есть Победа, Арка, Большие Санники. Кирпучи, не знаю. Да их можно эти поселочки пересмотреть. Кирпучи, да, да. Мангот, да. К сожалению, не везде они есть. Хорошо, что происходит с первого числа в этих поселениях? Ну, мы сейчас активную работу проводим по подключению и установке связи. К этому активно привлечен Ростелеком. В том числе Ростелеком там включен в программу цифровизации там по медицинской части. Но, конечно, не всю страну можно охватить однообразно, единоразово. То есть вот когда общаешься с коллегами из других западных регионов, они некоторые проблемы наши не могут понять. Московскую область можно объехать на машине, да, там за какой-то период времени и сесть. Когда я начинаю рассказывать про некоторые наши территории, там... Почему там говорить? Приезжаешь в соседнее Приморье, а там поселки идут буквально тоже стык в стык. Когда у нас это совсем другая история. Ну да, но в Приморье вы тоже можете поехать налево, и там будет не стык в стык. Да, соглашусь, соглашусь. И тоже можно и поискать связь и так далее. Поэтому сложности, конечно, масса. Ну, будем методом проб и ошибок воевать. Тем более, что Алексей-то тоже правильно озвучил, что 30% готово-не готово. Но это по большому счету ни о чем выше, извините меня. Дело в том, что крупные сети идут по этому пути. Все-таки там, ну, мы работаем, другие там, коммерческие структуры там не буду называть. Они тоже, естественно, должны соответствовать букве закона. Они работают в данном направлении, дорабатывают программу испечения. Я почему вот, что называется, вот так вот въедливо говорю. Не получится так, что вот сейчас люди нас послушают, поймут, что у них в поселке с 1-го числа нельзя будет продавать лекарства, побегут завтра утром, сметут все с полок. 2-го июля аптеки будут в поселках работать? Там можно будет купить? Конечно, я же вас сразу и ограничил, что с 1-го июля такого, по сути, не запасывающего. Пока не стечет срок годности, можно продавать. Поэтому система будет запускаться по мере ввода новых упаковок в систему, выпуска. Хорошо, я вот думаю, это важно, что мы повторили. Да, просьба не создавать ажиотаж, потому что на фоне текущих вирусных проявлений, еще чего-то, не нужно пытаться выкупить все впрок и так далее. То есть никакой задачи нет. По крайней мере, по медикаментам система должна выглядеть более... Как там, лейтовый, может быть, плавный вход. Плавный вход, да. Вот я просто, еще раз, вот для зрителей. 1-го июля и 2-го июля лекарства в аптеках как продавались, так и будут продаваться, даже если аптека не оборудована вот этими системами, потому что есть еще старые запасы, они промаркированы отдельной системой, которая замыкается там на Роспотребнадзор и на прочие контрольные органы. Екатерина Викторовна, я вот все-таки про китайцев, про наших родных. Почему я вот так вот и задаю, и задаю этот вопрос вот по-разному, с разных точек зрения? Ну, привыкли мы к китайскому, ну, приучены жители Дальнего Востока к китайскому. И вот очень показательно было в феврале, когда запретили поставку китайских овощей. Буквально там две недели началось такое, все сразу поняли, что такое дешево и доступно. И, ну, испытали настоящий шок. Вот мы что, без обуви, без китайской останемся? Ну, почему же, без китайской обуви мы не останемся, так как мы подготовились, и эта система у нас уже работает, система маркировки. По рынкам, вот как вы оцениваете ситуацию? Вот по барахолкам? Барахолкам? Ну, с этим сложнее, конечно же. Я, честно говоря, сама... Я понимаю, что, может быть, вопрос не совсем по адресу, но вы специалист этого рынка, и как бы, ну, понимаете, как вообще все это существует, как это все действует. Ну, вот что они... Ну, правда, не будет кроссовок обибас, как сказала Алла с первого числа. Понимаешь, их уже нельзя продавать, но они есть. Что изменится, простите, с добавлением еще одного пункта к этому списку правил, которые они должны соблюдать? Они и раньше не соблюдали, и не будут соблюдать. Контроль какой-то вот в этом смысле предусмотрен? Ну, естественно, контроль предусмотрен в виде выездных проверок Роспотребнадзора. Наверное, мы их... Я их не планирую, что они будут, точнее, не прогнозирую, что они будут там с первого июля, да, тем более о том, что в Думе обсуждается некий переходный период, да. Все-таки обсуждается. Потому что, насколько я знаю, вот все обращения регионов по поводу, ну, отодвиньте еще немножко, отодвиньте, ну... Отодвигать не собираются, да, то есть в Думе обсуждается запуск без изменения сроков, но с неким плавным переходом, то есть будут действительно предписания о нарушениях, но доказав о том, что не было возможности подготовиться, в том числе из-за, ну, текущей ситуации, да, то есть в России штраф деньгами их не будет, да, то есть у человека, у предпринимателя будет время подготовиться. Ну, да, сейчас же мораторий наложен на административное изыскание в связи с эпидемией коронавируса, ну, видимо, да, это будет использовано как своеобразный переходный период. Последнее в этой части уточнение к вам, Алексей. А системщик нужен магазину, чтобы вот со всем этим разбираться? По большому счету нет. Один раз настроенная система, она дальше работает достаточно просто для даже простого кассира или товароведа. А у вас завели системщиков под эту историю? Ну, он у нас в штате. Был, да? То есть для вас? Нет, он есть, он у нас есть, он у нас работает, и действительно система подготовки была достаточно глобальная. Но на сегодняшний момент все проблемы и все вопросы, которые у нас возникали в процессе, мы их все урегулировали, провели обучение сотрудников, и у нас все работает. То есть уходят и чеки в налоговую. Ну, я не сомневаюсь, что у крупной сети все в порядке, а вот я опять же туда проецирую на малый и средний бизнес. Вот, ну, нужен системщик. Ведь не может быть так, чтобы система компьютерная работала без боя. Знаете, мы тут на телевидении, у нас дорогушее оборудование, и то, периодически оно дает сбои. У нас есть целый штат людей, которые прибегают, грубо говоря, ну, я утрирую, с паяльниками и начинают колдовать над всей этой штукой. Чем мельче предприниматель, да, то есть, ну, чем более мелкий бизнес, тем проще все-таки система, да, то есть, наверное, не настолько сложно передавать чеки. Хорошо, на первоначальном этапе, как должен настроить вот условный бутик, не знаю, в одном из торговых центров, вот, всю эту штуку. Ну, у него есть какое-то, у него есть касса, у него есть ПЛО, у него есть сканер, все это подключено, настроена связь с честным знаком, все это протестировано, и дальше, в принципе, это работает. Хорошо, Алла, ну, раз мы начали с оборудования, которое требуется, есть какие-то оценки, во сколько все это может обойтись, ну, вот, в целом по России, переоборудование, установка и так далее? Не России, предпринимателям скорее, но если вкратце, то дорого. Точных данных пока нет, но вот какие цифры разные эксперты озвучивали в прошлом году, когда речь шла о переносе окончательной даты начала работы этой системы. Интерфакс в ноябре прошлого года писал, что такая мера, как введение обязательной маркировки всех категорий молочных продуктов, потребует от отрасли 25 миллиардов рублей капитальных затрат на покупку оборудования, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки в 20 миллиардов рублей без НДС. Российская газета в июле прошлого года, ссылаясь на данные Минпромторга, писала, что оборудование для маркировки лекарств обойдется производителю в сумму от 3,5 миллионов до 9,5 миллионов рублей, в зависимости от сложности. Внедрение системы для одной товарной категории в масштабах всей страны обойдется где-то в 3 миллиарда рублей. Правда, эти цифры очень приблизительны. Конец цитаты. Ну вот об этом писали в прошлом году Екатерина Викторовна. А сколько марочка обходит? Марочка обходится рубль 50. А в объемах, я так понимаю, что у вас счет-то идет не просто на сотни, а на тысячи и на тысячи пары обуви? На тысячи и на тысячи пары обуви. То есть, соответственно, затраты глобальные и ощутимые даже для крупной розничной сети. То есть можно ожидать, что цены на обувь подрастут в этой связи? Да. Про цены сейчас после рекламы поговорим. Денис Викторович, у вас во сколько штрих-код обходится? Ну, слава богу, не мы заплатим за штрих-код. Да, я понимаю, но вы знаете порядок. Насколько я помню, 50 копеек озвучено. Но дело в том, что тут речь идет о тысячах, у нас идет речь о миллионах. Даже в нашем крае там порядка 10 миллионов точно упаковок движется в течение года. Можете цифру назвать. И вот эти цифры, названные на оборудование в 3 миллиарда, они достаточно ничтожны, потому что, насколько я помню... То есть это еще заниженные прогнозы? Ну, они, мягко говоря, занижены, потому что вот эти регистраторы, насколько я помню, для страны обошлись во сколько? Каждый такой регистратор стоит 45 тысяч рублей. Да. Давайте про деньги после рекламы. Это «Тень недели». Мы стараемся пролить свет на то, что находится в тени. И сегодня мы говорим об обязательной электронной маркировке товаров, которая начнет действовать в России с 1 июля. Ну, вот в частности, это касается лекарственных препаратов и обуви. Ну, то есть того, без чего человек вот в течение всей жизни, ну, никак обходиться не может. У меня еще осталось таких три итоговых вопроса. Вот я их вывел на стену. Давайте первый. Затраты продавцов. Ну, вот я имею в виду конкретно взятый магазин. Вот сколько для него обойдется установка оборудования. Ну, наверное, тут все-таки еще надо будет сказать и о производителях. Как вся эта история скажется на ценах? И третий вопрос. Ну, вот здесь я написал интерес потребителя. Вообще потребителям оно надо ли? Вот давайте попробуем в финале разговора ответить на эти вопросы. Алексей, ну, вот во сколько обойдется? Вот у меня торговая точка, там сколько, 2 на 5 в торговом центре, с там 20 видов обуви у меня выставлено. Вот во сколько мне обойдется оборудовать мой магазинчик новой системой? Ну, если с нуля, то 50-60 тысяч рублей. Мне кажется, это неподъемная сумма для малого предпринимательства. Тем более, учитывая вот два месяца простоя, связанных с коронавирусом, с режимом самоизоляции на сегодняшний день. Ну, тут вопрос еще в том, что мы не отменяем кассы, да, то есть это все-таки 54 ФСЗ, который уже вступил. И при правильном подходе еще на этапе покупки кассы, да, то есть это снижает стоимость. Могу привести пример. Запуск одного из наших клиентов, вот два дня назад ему обошелся всего в 13 тысяч рублей, потому что год назад мы ему все правильно сделали. Мы его еще тогда начали готовить. А сколько таких, кому вот год назад все сделали правильно, или кто сам сделал все правильно? Ну, мы всегда предполагали, то есть наши клиенты, они все были подготовлены. Оценка по рынку, в общем, в процентном соотношении. Я бы сказал 50 на 50. 50 на 50. Денис Викторович, ну вот, что вы скажете по этому поводу, и, наверное, вот по поводу производителей. Вы уже начали в прошлой части программы озвучивать цифры, вот что здесь может, о каком, о какой, вернее, о каком порядке сумм может идти? Ну, сумм в разрезе страны или конкретного одного, там, точки? Ну, давайте по-разному можно и страны, и точки. Смотрите, просто, во-первых, аптечный бизнес был, как правило, автоматизирован. То, что Алексей сказал, есть две разные позиции. Когда вот мы барахолку пытаемся в этот, как бы, честный знак затянуть, и когда мы переводим те точки, которые уже по факту имели учетную систему, где был какой-то контроль и где можно было отслеживать движение уже с помощью программы. Поэтому, как правило, эта программа дорабатывается в данном виде, или там 1С программа, там не будут, там, парусы и так далее. Ну, то есть в самих аптеках теоретически оборудование уже готово. Какое-то оборудование, какое-то программа посещения стояло, да. То есть в этой части и в части дистрибьюторов, допустим, до оборудования, ну, вот замена вот сканеров на 2D, если были предыдущие до этого, затем, что еще, какие-то терминалы сбора данных для контроля и так далее. То есть, в принципе, эти деньги для аптечных сетей достаточно большие, но не назову их самыми главными. Просто в части затрат цепочки по лекарствам, это, прежде всего, трудовые затраты. Потому что необходимо на каждой стадии будет пропикать эту массу коробочек, скажем, назовем это так. И здесь конвейер не включишь, насколько я понимаю. Естественно. Дело в том, что при производстве это можно автоматизировать. То есть, условно, в одну коробку пойдут штрих-кода, ну, вернее, датаматриксовские эти кода, которые будут в системе считаны и вобновь записаны. Чем дальше выезжает коробка от производства к потребителю, тем она больше дробится. То есть, допустим, до дистрибьютора доезжает целая уже упаковка. Когда он рассылает по аптечным сетям, она может разъехаться. Соответственно, нужно будет пикать в этот момент, проверять. То есть, приехала она вот в нашу аптечную сеть, на аптечный склад для проверки. Мы их тоже просканировали все, внесли в систему, что мы их получили. А с алкоголем так же сейчас? Каждую бутылку пикают на входе? Конечно, конечно. Соответственно, на мой взгляд, самые большие затраты будут трудозатраты. И временные, и в людях. Ну, давайте к основному вопросу переходить, да, Екатерина Викторовна. Что скажете по росту цен, вот учитывая, что сказали ваши коллеги, ваш опыт? Вот скажется это на стоимости конечного продукта, вот на прилавке? Впоследствии, я думаю, да. Но вот на сегодняшний момент у нас цены остались на прежнем уровне. Несмотря на то, что пришлось закупить оборудование, несмотря на то, что и производители тоже сделали свои вложения, пока цены держатся? Пока мы имеем возможность сдерживать цены. По лекарствам что скажете? Мы уже поняли, что с первого числа все принципиально не поменяется, но в перспективе... Ну, будем смотреть, как это будет по факту все работать. Дело в том, что одно дело смотреть там прогнозно, другое дело конкретно взять коробку, просканировать ее, внести в систему и дальше двинуть. То есть смотреть, сколько людей, добавиться на это, не добавиться. Как это будет выглядеть по факту. Потому что прогнозировать вот эту вещь очень сложно. Где-то потому что часть и так делается, работает, и потому что штрих-кода поступает, по ним тоже проверка осуществляется. Как я уже говорил, и контроль все равно есть сертифицированный. Если часть этого заменится с помощью этой системы, может быть, трудозатраты не увеличатся в разы. Но пока все выглядит достаточно так серьезно по нагрузке на персонал. Какие-то прогнозы в процентном соотношении готовы сейчас делать? Ну, конечно, нет. Тем более, надо учитывать, что стоимость препаратов от 10 рублей до этот. И тут доля затрат на упаковку, она, естественно, будет разная. Хорошо. Екатерина Викторовна, вот еще раз напомню, что вы не только розницей ваша компания занимается, но вы крупный оптовый поставщик, и у вас закупают в том числе вот те самые небольшие магазины. Упал спрос вот с этой стороны? Я к тому, что вот исходя из этих цифр, которых сказали, там, 50 тысяч рублей в среднем, ну, даже 40 тысяч рублей в среднем на переоборудование, не закрылись люди, не отказываются они от своего дела? Если брать статистику с 2014 года, то есть приведу некоторые данные, на 2014 год у нас по Дальнему Востоку, так как мы весь Дальний Восток обеспечиваем, у нас было порядка 300 клиентов оптовых. На сегодняшний момент работает 70. Ну и третий вопрос, он, наверное, общий. Вот с точки зрения даже, наверное, обывательской. Ну вот правда потребителю в сегодняшних условиях, исходя из всего того, что мы сказали, вот это так нужно, чтобы он мог со своего смартфона навести на штрих-код и получить там информацию о легальности или нелегальности товара. Хочется услышать какую-то вашу человеческую оценку. Если вы от нее воздержитесь, я пойму вас, потому что вы представляете, ну, свои компании, вы официальные лица. Ну, наверное, я могу сказать. Если мы говорим об интересе, как проверки мной конкретной пары, то есть или конкретной упаковки лекарств, наверное, здесь интереса глобального нет. Но в целом, с точки зрения обеления рынка, да, то есть и ухода контрафакта, особенно это лекарство, да, то есть, ну, не хотелось бы. Я готов смириться с тем, что у меня развалится обувь, да, потому что она некачественная. Да, мы как бы приводится ее на сезон там китайский. Да, то есть, но я, наверное, не совсем готов, чтобы мне продали контрафактные лекарства. И в целом, наверное, система усложняет движение контрафакта по стране. И если его снижается, то я, как потребитель, наверное, в этом заинтересован. Хотя я не буду проверять. Хорошо. Добавите или воздержитесь? Ну, я, с твоей стороны, скажу, что все-таки был изначально законопроект по лекарствам, в том числе разделен на стоимостные оценки препаратов, насколько Алексей это тоже подтвердит. Все-таки я бы разделил бы... Ну, опять-таки, уже закон двигается, он уже обратной силы не имеет и так далее. Просто все-таки и фальсификации подделать препарат за 10 рублей дороже, как правило, чем его выпустить. Ну, я назову это. Да, я понимаю, что вы говорите. А, соответственно, затраты на обработку этого препарата сопоставимы с тем, который стоит 1000 рублей. И изначально законопроект, который выдвигался, разграничивающий стоимостные оценки препаратов, я бы вот все-таки вот в этом виде больше бы принял как сотрудник, работник, руководитель сети. Потому что есть ли в этом смысл, не знаю. Сложный вопрос. Ну, хорошо. Спасибо, что вы приняли участие в сегодняшнем разговоре, что высказали свои точки зрения, поделились информацией. Я буквально два слова напоследок телезрителям хочу сказать. Ну, вот когда я готовился к программе, ну, конечно, перечитал там массу сообщений. И вот очень много, знаете, вот фраз, типа я даже процитирую парочку из них. Система маркировки станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики. Ну, или вот другой пример. Цифровое прослеживание товаров позволит защитить потребителя, гарантируя легальность и качество вещей. Ну, и так далее, и так далее. Это, конечно, касается каких-то официальных источников. Я имею в виду, вот там, авторов всей этой истории. Вот я читал это, а у меня в голове постоянно крутилась двухстишия Игоря Губермана. Она его уж так любила, что воля снилась по ночам. Ну, может быть, я и не прав. А что вы думаете по этому поводу, сидя сегодня вечером у себя на кухне или на диване перед телевизором? Это была «Тень недели». Увидимся на губернии. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова